Братья и сестры И мы приходим в такое недоумение А что будет со мной через несколько лет? И может быть страх такой трепет Если с таким братом или сестрой случилась духовная беда И сегодня они вне церкви, что будет со мной? А Господь говорит, что тебе до того? Знаете, это неравнодушное такое отношение ко всем тем упавшим Нет, а вот чисто принципиальная такая позиция Ты иди за мной И будь примером для тех, которые потом, может быть, встанут и тоже пойдут за Христом Я хотел так кратко остановиться на трех моментах, друзья Когда проявляется просто неверность В послушании словам Иисуса Христа Думаю, что следование за Христом Это значит слушать Его голос И идти след в след Как Он заповедал Первое место Я прочитаю, которое записано В третьей книге Царства Тринадцатая глава Тринадцатая глава Буду читать С пятнадцатого стиха С четырнадцатого И поехал за человеком Божиим И нашел его сидящим под дубом И сказал ему Ты ли человек Божий Пришедший из Иудеи И сказал тот Я И сказал ему Зайди ко мне в дом И поешь хлеба Тот сказал Я не могу Возвратиться с тобою И пойти к тебе Не буду есть хлеба И не буду пить у тебя воды В всем месте Ибо слово Господне Сказано мне Не ешь хлеба И не пей там воды И не возвращайся Тою дорогу Которую ты шел И сказал он ему И я пророк Такой же как ты И ангел говорил Мне Словом Господнем И сказал Вороти его К себе в дом Пусть поест он хлеба И напьется воды Он Солгал Ему Братья и сестры Вообще имени этого пророка Неизвестно Он пришел из Иудеи В Израиль В северное государство Удивительно знаете Наступило Раздробление государства Точно так же как сейчас Каждый старается Как-то обособиться Своей государственной границей И тельцы Новое божество Которое Иераваам поставил Это было не что иное Как для того Чтобы укрепить Господство в своем народе Ну будут ходить в Иерусалим Поклоняться А потом меня еще свергнут Да пускай будет Свой Бог И люди знаете Которые Вот так Непринципиально Следуют за Господом А вот кто как скажет Так и будем Молиться Богу Ну какая разница В Иерусалиме Если я живому Богу Так не поклонялся В духе То какая разница Ну теперь тельцу будем молиться И стали молиться И я так думаю Ну там же тоже были пророки В Израиле Были пророки Иногда даже Бог Пророков из Израиля И употреблял для того Чтобы в Иудеи Засвидетельствовать Ну почему-то в этот момент Не нашлось ни одного Верного Господу И вот на то Отношение к Богу Многие смотрели Равнодушно И вот из Иудеи Приходит человек Божий Знаете друзья Я так думаю Он был в посте Ну ему было сказано Хлеба не ешь И воды не пей Это значит пост Такое полное воздержание От пищи Он шел долгую дорогу И должен был предстать Пред лицо царя Засвидетельствовать Дерзновенно Причем Ну попал под горячую руку Гнев царя Ну кто-то бы может быть задрожал Удивительно Что он не задрожал И такой приказ Задервенела рука Потом помолись Помолился Бог явно ответил Зайди Поешь хлеба Я тебе подарок дам Не пошел на это обольщение И возвратился своей дорогой И вот на обратном пути Ну знаете друзья Ну кто не утомляется Когда-то Однажды Илья сидел Под можжевелевым кустом Ну утомился в дороге Устал Знаете братья и сестры Нельзя нам уставать И вот тогда Когда он сел Для того чтобы Вот отдохнуть немного Ну а усталость Она была на лицо Он же ничего не ел И воды не пил И надо же Тут такое искушение Знаете мне как-то горько Так жалко этого пророка Пришел еще один пророк Ну я бы сказал Что это был же пророк Потому что написано Он солгал ему И знаете И этот человек Божий Ему поверил Вернулся Начал есть хлеб И пока еще Он сидел за столом Было вторично слово И за то Что ты не повиновался Слову Господа Тело твое не войдет В гробницу Ну знаете друзья Ну кто сегодня думает Здесь в зале о смерти Да когда это будет смерть Когда это гробница Ну и может ли Нас это сегодня волновать Где меня похоронят В Прокопьевске Или в Кемерово Или где Да это не так важно Но знаете Вообще Часы Этого человека Божьего Были сочтены Он этого даже не знал За то Что не повиновался Словом Господнем Знаете друзья Вот этот лжепророк Он солгал ему Я помню В 97 году Нашу церковь В Каннске Стали ходить Пятидесятники Такая хорошая семья Многодетная Даже братья Проездом из Юж Кузбасса Были Мы в этой семье Были Даже я скажу так Помазание совершали Над их сыном Потому что у него Там внутричерепное давление Было И я спрашивал Как быть Как с ними быть А они Хотели стать членами церкви Все хорошо Вот Как братья и сестры Вот Но только Иногда вот молиться языком Ну а что вас побудило Выйти из той Пятидесятнической церкви Там какие-то пророчества пошли Ну такие странные Так говорит Господь Ты должен быть мужественным Как Чапаев Ну при чем здесь Чапаев Ну хотя бы Хоть Ну Самсон Или Давид Ну при чем здесь Ну Мы понимаем Что это не Божьи пророки Знаете Он солгал ему И я думаю Что в последнее время Будет столько искушений Для того Чтобы Совратить детей Божьих С путей Господних И Знаете Я так скажу Что эти люди Они не стали членами нашей церкви Я никогда их не приветствовал Вот Они потом уехали на Украину Потом в Америку И так мы сохраняли Принципиальную Как бы Ну Позицию Потому что вот Ну Этот непонятный язык Но Я думаю Что для людей Божьих Постоянно будут Искушения На пути Следования за Христом И за то Что ты не повиновался Славам Господним Не войдешь В гробницу Отцов твоих Второй момент Друзья Адам Бог сказал За то Что ты послушал Голоса Жены Ну В основном Здесь собрана Молодежь Да Ну Я так думаю Жена Это самый близкий Человек Ну В данном Случае Для вас Могут быть Родители Или Друг Подруга Но те Которые Со мной Делят Сокровенные Желания И вот У Адама Это была Жена Ева За то Что ты Послушался Голоса Жены Проклята Земля За тебя Смотрите Заповедь Господня Поставлена Настолько Высоко Что даже Жена Которую Я люблю Она не может Мне Перечить В вопросе Исполнения Заповедей Господних Ну Я человек Семейный Два Коротко Примера Из семейной Жизни Знаете Я с одним Служителем Был в одном Городе Мы туда Специально Приехали Для того Чтобы Побыть В одной Семье Вообще Хорошая Семья В прошлом И даже Им поручили Фонотеку И вот Попала Вот эта Кассета Об очищении Об освящении Для многих Они послужили Запахом К жизни Удивительно Что для этой Семьи Это был Запах Смертоносный Ну Они прослушали Эти кассеты Прослушали Двое Деток У них Уже В это Время Было И есть Вот И вдруг Они сказали Это Это Узость Так Служить Богу Это была Последняя Капля В том Чтобы Вот Они Конкретно На членском Собрании Заявили Все мы из этой церкви выходим Даже не остались Их уже на замечания Вдогонку поставили А потом Три месяца прошло Мы теперь уже Должны Значит Ну решать этот вопрос Они достают Значит Перевод Новой Библии Мы говорим Так это же современный Нет Это не современный перевод Это не современный перевод Это перевод Древнее Синодального Просто он был Отвергнут Святейшим Синодом И А теперь его снова Напечатали Ну и там Соответственно Места Священного Писания Вроде все так вот Не Не соответствует Той догматике Которой вот Сегодня мы придерживаемся А муж Когда все Комнатка такая небольшая И он постоянно Поглядывал на жену И так посмотрит на нее Она вроде разрешит ему Он скажет Потом опять Посмотрит на нее Он разрешит Она разрешит ему Он скажет А потом брат говорит А вот почему ты Постоянно Прежде чем сказать Смотришь на жену Знаете друзья Потом когда мы пригласили К молитве Они не помолились Сегодня они уже Отлучены И брат Мы едем Он говорит Я просто удивляюсь Это же такой Хороший брат Вообще мы с ним Вместе ездили По периферии Решали многие такие Ну фундаментальные вопросы Церковной дисциплины Он так правильно понимал Что случилось Что случилось Там вопрос Где-то рождения И многое-многое Другое Вот неправильно понимать Как будто бы они Никогда не были В нашем братстве За то что Ты послушался Голоса жены Другой пример Это В Каннске у нас Знаете Ну Совратился с путей Муж Господних Стал так вести Мирской образ жизни И А жену постоянно упрекает Вот ты христианка Почему ты не воспитываешь детей А семья уже большая Вот И знаете Мы говорим Ты должна встать в проломе Но она этого не смогла сделать И однажды она сорвалась Кто тебе сказал Что это мои дети Они точно такие же Как мои Так и твои И Забирай своих детей И покажешь мне От них внуков И все И произошел такой надлом И все Духовное падение Знаете Друзья Я так думаю Когда мы не следуем Заповедям Господним Кто бы возле меня не был Близкий человек Как бы он не влиял на меня Но заповеди Господни Должны быть поставлены Во главу Я думаю С какой радостью Вспоминала потом Наверное Жена Иова За то что он ее не послушал Когда она ему посоветовала Похули Бога И умри Он Осудил ее Или вернее так остановил Говорит Ты рассуждаешь Как одна из безумных Разве Только доброе нам принимать От Господа Надо и худое принимать И знаете Друзья И Прошло время Выдержали они Эти все испытания Остались послушными Господу Бог дал им Большую семью И потом еще 140 лет Они наслаждались Вот общением И она наверное так думала Вот эта жена Думала Слава Богу Что все-таки Ты был послушен Господу Знаете друзья Молодежь дорогая Если кто-то Близкий наш Будет нас Совращать С путей Господних В Ветхом Завете Написано Да не пощадит Око твое Первый ты должен Бросить камень Но сегодня Господь нас освободил Слава Богу От того Чтобы побивать Камнями Но принципиальные отношения Мы должны иметь Я вспоминаю Сергей Терентьевич Голев Он Так написано В книге о нем Биография Он разлучился Со своими Друзьями Юности Только за то Что они не хотели Идти тернистым путем В Царство Небесное Разлучился И остался Послушным Господу И последнее Друзья Это третье Сам апостол Павел Говорит В первом послании Тимофея Галатам Вернее В первой главе Послания Галатам Восьмая глава Но если бы даже мы Или ангел с неба Стал благовествовать Вам Не то Что мы будем Что мы благовествуем Благовествовали Вам Да будет Анафема Смотрите Если бы даже Ангел с неба А мы живем В такое последнее время Когда написано Дьявол выйдет В сильной ярости Даст великие знамения На небе И на земле И чего сегодня Только не услышишь Какие только чудеса Люди не видят И какие-то видения И ангелов И знаете, друзья Если даже Ангел с небес Будет говорить Вам Не то Что мы Вам благовествовали Да будет Анафема Что тебе до того Ты иди за мной И поэтому Братья и сестры Молодежь дорогая Сегодня Мы должны определиться Я думаю Что уже каждый Ответил Господу Доброй совестью Заключил с ним Ну Вечный союз Потому что Сегодня здесь Собраны члены церкви Но Я так думаю Сколько еще Искушений Нас впереди Ожидает Или под Можжевелевым Кустом Мы остановимся Или под Дубом Будем сидеть И тут Как тут Настигнет Нас искушение И дал бы Бог Чтобы нам Устоять Поэтому мы сейчас Будем молиться Пускай Друзья дорогие Молодежь И Вас Господь Благословит Чтобы внутри Рождалось Такое сердечное Желание Чтобы мне Это не стоило Даже смерти Пойду за Христом Аминь Субтитры создавал DimaTorzok